В Лобинском районе начались ежегодные отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением. Подробные доклады о проделанной работе озвучиваются на сходах граждан, и это прямая обязанность сотрудников службы участковых. Связь с народом, помощь общественности – залог дальнейших успехов этой самой универсальной полицейской службы. В настоящее время в отделе МВД России по Лобинскому району служат 33 участковых уполномоченных, которыми ежегодно раскрывается каждое четвертое преступление. За 12 месяцев отделом участковых уполномоченных полиции было раскрыто 223 преступления. Если взять нагрузку по краю, то нагрузка достаточно большая. В основном все преступления, которые совершаются на территории города, да и в принципе всего района, это преступления имущественного характера. Остаются ряд значительно нераскрытых также преступлений, по которым еще приходится работать. Что касается административного законодательства, то отделом участковых уполномоченных полиции за 19-й год, 12 месяцев, было составлено и привлечено к административной ответственности это 1310 человек. Участковые уполномоченные полиции ежедневно общаются с жителями, устанавливают доверительные отношения, а это помогает выявлять лиц, склонных к совершению преступлений, а в том числе бытовых и на почве алкогольного опьянения. Ведется работа с лицами, состоящими на профилактических учетах, а также с теми, в отношении которых установлен административный надзор. На этой неделе в городском Доме культуры прошли отчеты участковых уполномоченных полиции, закрепленных за административными участками Лабинска. Аналогичные сходы пройдут в сельских поселениях и продлится отчетная кампания до конца марта. Внимание к вопросам безопасности, правопорядка и работе полиции со стороны населения довольно высоко. В этом зале собрались более 100 жителей. Они пришли, чтобы не только послушать информацию, оценить, но и озвучить просьбы. На отчетах присутствовали заместитель начальника полиции, подполковник полиции Евгений Манукайло и члены общественного совета, а также представители администрации Лабинского городского поселения. Председатели микрорайонов шли на отчет, уже имея представление о работе полицейских, ведь многие вопросы решаются совместно. Очень сильно помогают. И реагируют они, можно сказать, вот мы в основном работаем как бы по звонку. Я сказала, что у нас есть жалоба, поступила вот такая-то, такая-то. Они тут же откликаются, тут же приходят. Тем более у нас центр, тут рядом парк, тут молодежь хулиганит. Вот я хочу сказать, и я хочу сказать, что я своих участковых буду оценивать положительно. Вот, довольна я их работой. Участковые довели до сведения основные статистические данные о количестве и раскрываемости преступлений на закрепленных административных участках, о проводимой профилактической работе, направленной на недопущение совершения повторных преступлений и правонарушений. Рассказали, как не стать жертвой мошенничества со стороны неизвестных лиц, которые обманным путем похищают денежные средства населения, особенно у людей пенсионного возраста и в сети интернет. Призывали граждан не оставаться безучастными, если кто-то стал свидетелем факта нарушения общественного порядка, сообщать об этом своему участковому или по телефону дежурной части. В ходе этой встречи всем присутствующим выручили памятки по профилактике и предупреждению мошенничества и об оказании государственных услуг. Очень приятно, что граждане все оценили работу в удовлетворительном. Были выделены участковые полномочия Семкин, Никитин. Также были приятно удивлены работой молодых участковых, которые также были гражданами оценены. Очень приятно было оценено руководство участковых и полномочия. В настоящее время действительно участковыми полномочиями проводится очень большой объем работы, который влияет в целом на работу всего отдела. Работа положительно оцелена как не только гражданами, но так и оценочной таблицей. В целом участковых полномочиями все благодарны данному мероприятию и работе участковых.